Роспуск за свой счет Роспуск за свой счет Верховная Рада помешала планам Владимира Зеленского получить подконтрольный парламент 17. Газета «Коммерсант» номер 87 от 23 мая 2019 года, СТР 6. Желание президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы Верховной Рады по новым правилам, чтобы избрать депутатов не посмешанной избирательной системе, а целиком по партийным спискам, столкнулась с сопротивлением Парламент на заседании попросту отказался рассматривать соответствующий президентский законопроект Это значит, что новый глава государства в противостоянии с Рада недопобедил Досрочные выборы, скорее всего, будут Но они вряд ли приведут к формированию в парламенте максимально комфортного для господина Зеленского большинства Верховная Рада отказалась внести в повестку днепрезидентский законопроект, предлагающий изменить законодательство таким образом, чтобы новый парламент был избран исключительно по пропорциональной, а не по нынешней смешанной избирательной системе Поправки также предусматривали снижение проходного барьера с нынешних 5% до 3% Сейчас половина из 450 депутатов избирается по пропорциональной системе, а остальные по одномандатным округам Каждые выборы на Украине сопровождали скандалами, связанными с депутатами-мажеторщиками Они нередко просто покупали голоса избирателей, чтобы пройти в парламент Уже в Раде они, как правило, примыкали к той политической силе, которая предлагала наилучшие условия, нередко связанные с теневыми бизнес-интересами Зачастую, не будучи членами каких-либо политических сил, мажориторщики, свободные от партийных обязательств и партийной же дисциплины, легко и часто меняют свои взгляды и союзников в парламенте За то, чтобы Рада рассмотрела президентский законопроект об отказе от скомпрометированной смешанной избирательной системы, проголосовали лишь 92 депутата В итоге спикер Андрей Порубий заявил, что вынужден закрыть заседание парламента, поскольку все вопросы исчерпаны 22 мая стало известно, что довольно большое число парламентариев намерено обжаловать в Конституционном суде КС, сам указ президента о распуске Рады Под обращением уже стоит два десятка подписей Лидер радикальной партии Олег Ляшко заявил, что скоро к ним добавится еще 45 Андрей Порубий также считает президентский указ неконституционным Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность с грубого нарушения Конституции Плохой знак Сможет ли президент Владимир Зеленский выстроить личную вертикаль? Обращение в КС, однако, вовсе не означает, что досрочные выборы не состоятся в запланированный господином Зеленским срок 21 июля 20 мая, после того, как новый президент присягнул в Раде в инаугурационной речи и объявил о ее распуске В ЦИК Украины заверили, что кампания начнется в указанные сроки Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить Заявила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая Лидер радикальной партии Олег Ляшко, в центре, во время заседания Фото, Иван Коваленько, коммерсант Глава Киевского центра политических исследований Пинта Владимир Фисенко полагает, что анонсированное обращение противников Роспуска Рады в КС не помешает проведению досрочных выборов Думаю, вероятность их проведения остается очень высокой, сказал эксперт Твердый Знак По его словам, КС не быстро реагирует на обращение, может отреагировать в течение нескольких месяцев или даже года То есть уже после выборов Между тем, если на пути Роспуска парламента не возникнет никаких новых препятствий и выборы состоятся 21 июля, для Владимира Зеленского это будет лишь частичная победа Его целью было не только заставить Раду досрочно сложить полномочия, но, что очень важно, провести выборы по новым правилам Это серьезно повысило бы шансы пропрезидентской партии «Слуга народа» взять большинство Последний опрос, проведенный на Украине социологической группой «Рейтинг» со 16 по 21 мая Показал, что за «Слугу народа» готовы голосовать 43,8% избирателей, определившихся со своими предпочтениями На втором месте пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь» с 10,5% Блок Петра Порошенко «Солидарность» намерены поддержать 8,8% Баткевщину Юлии Тимошенко 7,3% Но, поскольку половину парламента все же будут избирать по одномандатным округам Шансы Владимира Зеленского взять наскоком еще и парламент уменьшились Как Владимир Зеленский дал бой Раде и правительству Выборы по старым правилам не означают, что он получит сильное преимущество В 1928 году американец Уилл Роджерс, звезда вестернов и комедии 1920-1930-х, ввел шуточную президентскую кампанию, публикуя тезисы своей предвыборной программы в журнале «Лайф» Одним из ключевых пунктов было обещание уйти в отставку сразу после избрания Однако до непосредственного участия в выборах дела не дошло фото Американский комедийный актер Пэт Полсин выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах пять раз 1968, 1972, 1980, 1988 и 1996 Но каждый раз проигрывал праймери с другим кандидатом Известен ролями в сериалах «Напряги и звелины», как в кино «Дикий, Дикий Запад» Фото Марти Ледехандлер, AP Французский комик Мишель Калючи, более известный как Калюш, баллотировался в президенты Франции на выборах 1981 года За четыре месяца до голосования имел рейтинг 11-16%, однако прекратил кампанию после анонимных угроз и убийства его менеджера В 1984 году выиграл премию Сезар за лучшую мужскую роль за фильм «Чао», паяц фото Францис Эйпстегай, Гетти имиджес Рональд Риган, президент США в 1981-1989 годы Ранее в 1967-1975 годы он был губернатором Калифорнии, баллотировался на президентских выборах в 1976 году, но проиграл республиканский премьериз действующему президенту Джеральду Форту Риган снимался в кино с середины 1930-х, с 1940-х годов параллельно занимался профсоюзной деятельностью, был президентом гильдии киноактеров США На его счету более 70 фильмов, включая номинированный на Оскар «Победить темноту» 1939 Завершил кинокарьеру в середине 1960-х Фото Гарри Хершион, Ройтез Том Лофлин, известный по серии фильмов Билли Джек, выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в США в 1992-х, 2004-х и 2008-м годах, но каждый раз выбывал из гонки на стадии премьериз Фото Warner Brothers Pictures Рубен Блитц на выборах президента Панамы 1994-го года занял третье место, получив 17,1% голосов Известен прежде всего как музыкант в стиле сальса Снимался также в сериалах «Секретные материалы», «Бойтесь ходячих мертвецов», фильмах «Однажды в Мексике», «Отчаянный 2», «Хищник 2» и других фото Валентин Флород, Ройтез Джозеф Эстрада являлся президентом Филиппин с 1998 по 2001 годы Был лишен должности по решению Верховного суда страны Занимался политикой с конца 1960-х, был мэром Сан-Хуана, сенатором, вице-президентом За свою кинокарьеру в 1950-х-1980-х годах снялся в более чем 100 филиппинских фильмах В основном играл представителей бедных слоев населения В 2007 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, но вскоре помилован С 2013 года мэр Манилы Фото Эрин Фавлер, AP Станислав Говорухин баллотировался на выборах президента России в 2000 году, набрал 0,44% голосов Был депутатом Госдумы в 1994-2003 годах, а также в 2005-2018 годах Известен как режиссер, а также ролями в фильмах «Маршал революции» 1978, Аза, 1987, Сукины дети, 1990, Анкор, еще Анкор, 1992, Орел и Решка, 1995, и других Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров Музыкант, основатель группы «Дед Кенедис» Джилла Беафра решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2000 году от партии «Зеленых», но выбыл из гонки на стадии праймерис В качестве актера дебютировал в фильме 1986 года «Лавидолс» «Суперстар», где сыграл президент США, после чего играл в ряде других малобюджетных фильмов «Фото» Актер Евгений Крыжановский решил выдвигаться в президенту Белоруссии в 2001 году и собрал 30 тысяч подписей Однако снялся, когда стало известно, что он родился не в Белоруссии, а на Украине Известен ролями в пьесах белорусских театров, а также в фильмах «Иди и смотри», «1985», «Вы чье», «Старичи», «1988» и других С начала 2000-х снимается в основном в сериалах «Фото», «Виктор Толочко», «ТАСС», «Лех Кочинский», на фото слева был президентом Польши с 2005 года, погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году Занимался политикой с 1970-х годов, был мэром Варшавы, министром юстиции Польши, главой Бюро национальной безопасности В 2001 году вместе с братом Ярославом основал консервативную партию «Право и справедливость» Ярослав баллотировался на президентских выборах в 2010 году, но проиграл во втором туре Брониславу Каморовскому В начале 1960-х братья сыграли главные роли в популярном в Польше детском фильме сказке о тех, кто украл Луну После этого актерская карьера братьев закончилась, но фильм пользуется популярностью в Польше и сейчас фото Фред Далтон Томпсон объявил о своем выдвижении в президенты США в 2008 году от республиканской партии Выбыл из гонки на стадии праймерис С 1994 по 2003 годы был сенатором от штата Теннесси На счет у Томпсона роли более чем в 40 фильмах, среди которых «Кудряшка Сью» – 1991, «Громовое сердце» – 1992, «Крепкий орешек 2» – 1990, фото Американский комик, телеведущий и актер Стивен Кольбер, на фото в центре, также намеревался баллотироваться на выборах 2008 года По данным опросов, имел рейтинг более 2%, но демократическая партия отказалась выдвигать его кандидатуру на праймерис Вел программы отчет Кольбера и поздний шоу со Стивеном Кольбером Озвучивал президента в анимационном фильме «Монстры против пришельцев» Сыграл эпизодические роли в сериалах «Офис», «Карточный домик» и некоторых других Фото Марио Анзони, Ройтез Розанна Барр участвовала в выборах президента США в 2012 году от партии «Мира и свободы», заняла шестое место с результатом в 0,05% голосов Как актриса наиболее известной ролью в сеткоме Розанна, за которую она получила несколько премий «Мей золотой глобус фото» Крис Пиелло, Ройтез Милан Княжка занял четвертое место на выборах президента Словакии в 2014 году, набрав 12,9% голосов До этого занимался политикой с конца 1980-х, был министром иностранных дел страны, а позже министром культуры В Словакии известен также как актер театра и кино, участвовал в постановках местных театров «Новая сцена» и «Словацкий национальный театр» На его счету также около 50 фильмов Снимался в середине 60-х по настоящее время Фото Радованс до Класса, Ройтез Джимми Моралес президент Гватималы с января 2016 года Начал заниматься политикой в 2011 году, не смог выиграть муниципальные выборы До того, как стать политиком, снимался в популярных местных комедиях, включая сериал «Нравы фото» Мойзес Кастилло, А.П. Актер и комик Рон Уайт баллотировался в президенты США в 2016 году в качестве независимого кандидата Однако снялся впоследствии с выборов по необъявленным причинам Известен по ролям в фильмах «Несносные боссы», «Секс в большом городе-2», сериалам «Рина-911», «Гастролеры» и другим Фото Дон Джонс, InVision, А.П. На выборах президента Словении в 2017 году актер и журналист Марьян Шарец уступил во втором туре действующему президенту страны Баруту Пахору До этого с 2010 года был мэром города Камник С сентября 2018 года премьер-министр Словении Один из самых известных образов актера деревенский житель Иван Серпентиншек Также пародировал известных людей и выступал в местном телешоу «Хребар» Фото Ксения Собчак на выборах президента России в 2018 году заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов Среди прочего, на ее счету около 20 ролей в фильмах и сериалах В том числе краткий курс семейной жизни Роман с кокаином Гитлер Капут Энтропия и других Фото Коммерсант Дмитрий Каратаев Владимир Зеленский Претендующий на пост президента Украины Как актер известен по сериалу «Слуга народа» Играл президента Шоу «Вечерний квартал», а также по фильмам «Восемь первых свиданий» 2012 Любовь в большом городе 2009 Я, ты, он, она 2018 Фото Ройтерс, Валентин Оганко Валентин Оганко Ройтерс, 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 Валентин Оганко В 1928 году американец Уилл Роджерс, звезда вестернов и комедии 1920-1930-х, ввел шуточную президентскую кампанию, публикуя тезисы своей предвыборной программы в журнале Life. Одним из ключевых пунктов было обещание уйти в отставку сразу после избрания, однако до непосредственного участия в выборах дела не дошло фото, А.П. Американский комедийный актер Пэт Полсин выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах пять раз, 1968, 1972, 1980, 1988 и 1996, но каждый раз проигрывал праймери с другим кандидатом. Известен ролями в сериалах «Напряги и звелины», как в кино «Дикий, Дикий Запад». Фото «Марти Леде Хандлер» Французский комик Мишель Калючи, более известный как Калюш, баллотировался в президенты Франции на выборах 1981 года. За четыре месяца до голосования имел рейтинг 11-16%, однако прекратил кампанию после анонимных угроз и убийства его менеджера. В 1984 году выиграл премию Сезар за лучшую мужскую роль за фильм Чао «Паяц фото» Францис Эйпстегай, Гетти имиджез Рональд Риган – президент США в 1981-1989 годы. Ранее в 1967-1975 годы он был губернатором Калифорнии, баллотировался на президентских выборах в 1976 году, но проиграл республиканские праймери с действующему президенту Джеральду Форду. Риган снимался в кино с середины 1930-х, с 1940-х годов параллельно занимался профсоюзной деятельностью, был президентом гильдии киноактеров США. На его счету более 70 фильмов, включая номинированный на Оскар «Победить темноту» 1939. Завершил кинокарьеру в середине 1960-х. Фото Гарри Хершион, Ройтез Том Лофлин, известный по серии фильмов «Билли Джек», выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в США в 1992, 2004 и 2008 годах, но каждый раз выбывал из гонки на стадии праймериз. Фото Warner Brothers Pictures Рубен Блитц на выборах президента Панамы 1994 года занял третье место, получив 17,1% голосов. Известен прежде всего как музыкант в стиле сальса. Снимался также в сериалах «Секретные материалы», «Бойте из ходячих мертвецов», фильмах «Однажды в Мексике», «Отчаянный 2», «Хищник 2» и других фото. Валентин Флорорд, Ройтез Джозеф Эстрада являлся президентом Филиппин с 1998 по 2001 годы. Был лишен должности по решению Верховного суда страны. Занимался политикой с конца 1960-х. Был мэром Сан-Хуана, сенатором, вице-президентом. За свою кинокарьеру в 1950-1980-х годах снялся в более чем 100 филиппинских фильмах. В основном играл представителей бедных слоев населения. В 2007 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, но вскоре помилован. С 2013 года мэр Манилы. Фото Станислав Говорухин баллотировался на выборах президента России в 2000 году, набрал 0,44% голосов. Был депутатом Госдумы в 1994-2003 годах, а также в 2005-2018 годах. Известен как режиссер, а также ролями в фильмах Маршал Революции, 1978, Аза, 1987, Сукины дети, 1990, Анкор, еще Анкор, 1992, Орел и Решка, 1995, и других. Фото Коммерсант Музыкант Основатель группы Dead Canides Джилла Биафра решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2000 году от партии «Зеленых», но выбыл из гонки на стадии «Праймерис». В качестве актера дебютировал в фильме 1986 года «Lavidals» «Superstar», где сыграл президент США, после чего играл в ряде других малобюджетных фильмов «Фото». Эрин Лубин Актер Евгений Крыжановский решил выдвигаться в президенту Белоруссии в 2001 году и собрал 30 тысяч подписей. Однако снялся, когда стало известно, что он родился не в Белоруссии, а на Украине. Известен ролями в пьесах белорусских театров, а также в фильмах «Иди и смотри», «1985», «Вы чье», «Старичи», «1988» и других. С начала 2000-х снимается в основном в сериалах «Фото», Виктор Толочко, Таслих Качинский, на фото слева, был президентом Польши с 2005 года, погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Занимался политикой с 1970-х годов, был мэром Варшавы, министром юстиции Польши, главой Бюро национальной безопасности. В 2001 году вместе с братом Ярославом основал консервативную партию «Право и справедливость». Ярослав баллотировался на президентских выборах в 2010 году, но проиграл во втором туре Брониславу Каморовскому. В начале 1960-х братья сыграли главные роли в популярном в Польше детском фильме сказке о тех, кто украл Луну. После этого актерская карьера братьев закончилась, но фильм пользуется популярностью в Польше и сейчас «Фото». Алик Кэпледж, AP. Фред Далтон Томпсон объявил о своем выдвижении в президенты США в 2008 году от республиканской партии. Выбыл из гонки на стадии «Праймерис». С 1994 по 2003 годы был сенатором от штата Тенниси. Насчет у Томпсона роли более чем в 40 фильмах, среди которых «Кудряшка Сью», 1991, «Громовое сердце», 1992, «Крепкий орешек 2», 1990. Фото. Американский комик, телеведущий и актер Стивен Кольбер, на фото в центре, также намеревался баллотироваться на выборах 2008 года. По данным опросов, имел рейтинг более 2%, но демократическая партия отказалась выдвигать его кандидатуру на «Праймерис». Вел программы «Отчет Кольбера» и позднее шоу со Стивеном Кольбером, озвучивал президента в анимационном фильме «Монстры против пришельцев», сыграл эпизодические роли в сериалах «Офис», «Карточный домик» и некоторых других. Фото. Марио Анзони, Мройтез. Розеннабар участвовала в выборах президента США в 2012 году от партии «Мира и Свободы», заняла шестое место с результатом в 0,05% голосов. Как актриса наиболее известна ролью в ситкоме Розенна, за которую она получила несколько премий «Ми золотой глобус фото», Крис Пиелло, Ройтез. Милан Княжка занял четвертое место на выборах президента Словакии в 2014 году, набрав 12,9% голосов. До этого занимался политикой с конца 1980-х, был министром иностранных дел страны, а позже министром культуры. В Словакии известен также как актер театра и кино, участвовал в постановках местных театров «Новая сцена» и «Словацкий национальный театр», на его счету также около 50 фильмов. Снимался в середине 60-х по настоящее время. Фото. Радованс Докласа, Ройтез. Джимми Моралес президент Гватималы с января 2016 года. Начал заниматься политикой в 2011 году, не смог выиграть муниципальные выборы. До того, как стать политиком, снимался в популярных местных комедиях, включая сериал «Нравы». Фото. Мойзес Кастилло, А.П. Актер и комик Рон Уайт баллотировался в президенты США в 2016 году в качестве независимого кандидата, однако снялся впоследствии с выборов по необъявленным причинам. Известен по ролям в фильмах «Несносные боссы», «Секс в большом городе 2», сериалам «Рина-911», «Гастролеры» и другим. Фото. На выборах президента Словении в 2017 году актер и журналист Марьян Шарец уступил во втором туре действующему президенту страны Баруту Пахору. До этого с 2010 года был мэром города Камник. С сентября 2018 года премьер-министр Словении. Один из самых известных образов актера деревенские жители Лансер Пентеншек. Также пародировал известных людей и выступал в местном телешоу «Хребар». Фото. Порт Зивиловик, Ройтез. Ксения Собчак на выборах президента России в 2018 году заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов. Среди прочего, на ее счету около 20 ролей в фильмах и сериалах, в том числе краткий курс семейной жизни, роман с кокаином, Гитлер Капут, Энтропия и других. Фото. Коммерсант. Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, как актер известен по сериалу «Слуга народа», играл президента, шоу «Вечерний квартал», а также по фильмам «Восемь первых свиданий», 2012, «Любовь в большом городе», 2009, «Я, ты, он, она», 2018. Фото, Ройтез, смотреть минус.